Микс Ньюс Олег Пеков в студии И сегодня вместе со мной в этой студии Ну, один из организаторов Киноколдс Сергей Мусатов Доброе утро, хотел сказать, добрый день, добрый вечер Добрый вечер Да, уже близится вечер Кстати, вечером одно из мероприятий Киноколдс Это показ хоррора Мидсаммер И, кстати, вот мы поговорим Солнцестояние Солнцестояние его тогда по-русски перевели И мы, наверное, поговорим вообще сегодня, может быть О новой какой-то волне хорроров Которые завоевывают популярность Чем они отличаются от классики и жанра И, наверное, поговорим о том, что вообще происходит в Голливуде О тех показах, которые сейчас на свежем воздухе Кстати, происходит же это все Да, как только хорошая погода, то происходит Как только плохая погода, тогда мы переключаемся на просмотр кино дома Но на самом деле, мне кажется, что для, как говорят, подводнику дождь не помеха Кинолюбителей С другой стороны, ведь пасмурная погода Она позволяет лучше разглядеть вечером все детали экрана Да, но не позволяет запустить проектор Это большая проблема За него бывает обидно, если на него льется вода Но на самом деле у нас была такая идея, что если идет дождь, мы показываем поющие под дождем Никогда еще не успели реализовать провода, потому что переключали обычно Ну да, у нас сейчас все лето Мы, вдохновляясь предыдущим очень жарким летом Когда у нас было, ну, все время 25 плюс градусов То мы этим летом каждую пятницу запланировали фильм И вот сейчас на прошлый уикенд мы На прошлые выходные, прошлую пятницу Мы перенесли фильм «Битлов. Желтая подводная лодка», поскольку лев дождь Принесли его на сентябрь Ну а иначе, да, у нас запланирован практически каждую пятницу Сеанс в культурном центре «Аутентика» на Брунне Ку-2 И в эту пятницу мы показываем «Дитя человеческое» «Children of Men» режиссера Карлона И я хочу сказать, что это, ну, если ориентир какой-то от первой горбольницы Напротив нее как раз-таки находится вход в «Аутентику» Там легко найти, самый центр города И вроде бы на эту пятницу прогнозы, что пасмурно, но без осадков Поэтому держим кулаки Одеваем все-таки потеплее, а так иначе, да, приходите Можно найти нашу программу и на фейсбуке на Кинокуце И в фейсбуке на странице «Аутентика» Мы ее подобрали с тематикой путешествия Поэтому практически каждый фильм, который мы будем показывать Будет как раз на эту тему В основном мы выбрали классику, ну, более-менее 90-х годов То есть у нас еще запланировано 90-е, начальный, 2000-е В следующей неделе будет «Little Miss Sunshine» фильм А в августе покажем и Фореста Гампа И также «Garden State» Я сейчас, правда, забываю, как правильно было локализировано название Но фильм, который мы тоже очень ждем на большом экране Это «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» Он будет 16 августа, например Ведь если говорить про Фореста Гампа У него юбилей, то есть это, по-моему, 25 лет назад За 25 лет, и это тоже такой, ну, фильм этапный С одной стороны, конечно, мне всегда жалко, что он затмил там Вышедший в тот же год и оставшийся без наград там И «Побег из Шоушенка» и... Криминальное чтиво? А? Криминальное чтиво? Да, ну и «Криминальное чтиво» И там еще ведь был фильм с Джулией Ормонт и Брэдом Питтом У меня вылетело название сейчас из головы Но там было много картины Вот получилось так, что год очень богатый фильмами И вот такое редкое сочетание, что просто Какой фильм не возьми, он достоин был Оскара Ну и я понимаю, что одна из тоже таких интересных возможностей Посмотреть кино не самое свежее, но вот именно Десятилетней давности, юбилей, можно сказать Бесславные ублюдки, ведь тоже будет на большом экране И вот «Кинокулцы» дает возможность посмотреть картину Которую, может быть, кто-то пропустил Может быть, кто-то еще тогда не ходил в кино На такого рода фильмы И хотел бы приобщиться к классике И это одна из тоже ближайших, да? Да, это у нас 18 июля И на этот раз не на свежем воздухе А в кинотеатре кино «Цитаделла» Бесславные ублюдки Как раз, да, десятилетний юбилей И поскольку у Тарантино выходит его девятый фильм Который тоже мы будем устраивать сеансы в августе Однажды в Голливуде То мы решили показать и его предыдущую Не предыдущую, но более старую ленту Бесславные ублюдки Поскольку, я надеюсь, на самом деле Что будут и как и новые зрители Которые не видели этот фильм Так и люди, фанаты Тарантино Которые уже посмотрели ублюдков И решат снова сходить в кино На такую возможность Потому что, ну, нам кажется Что вот смотреть вместе со зрителями Это как раз другой опыт Это другой киноопыт И мы получаем больше удовольствия Особенно, если это классики Если мы знаем все ожидаемые моменты Либо это шутки, либо это экшн-сцены То есть, например, сцена в подвальчике В баре, скорее всего, будет полная напряженность Потому что мы знаем, чем она закончится Ну и мне кажется, что, конечно Большой экран дает возможность Разглядеть иногда те детали Которые как-то на маленьком экране Мы не видим И этот фильм, мне кажется, что Вот по прошествии десяти лет Вот когда наш мир становится Все более и более Ну, с одной стороны, и политкорректным А с другой стороны, и политкорректность Доходит до такого абсурда Что сейчас уже начинается Обратное действие В нем очень много Ну, такого Преувеличенной жестокости Насилия И каких-то таких вещей Которые, ну, вот Вроде бы Ужасают, шокируют Для людей, которые привыкли К очень сглаженному Такому политкорректному Пытающемуся не обидеть никого Кино И поэтому, ну, я думаю Что это должно быть очень интересно Так что обратите внимание Тем более, что Тарантино Да, вот Его после фильма Однажды в Голливуде Что будет дальше непонятно Ну, вот он заявил, значит Несколько лет назад Что Он собирается уходить на пенсию После десяти фильмов Он видит, что Его Кино-путь закончился То есть он сразу отмечает Что, скорее всего, я буду И книги писать И в театре хочу что-то сделать Но В киноиндустрии Я сделал все, что я мог сделать И поэтому Говорю Адьё И Ухожу Но Сейчас он Сейчас он говорит Во-первых, сначала Когда он это сказал Не все ему верили Потому что Тарантино Очень часто говорит Что А, ну я еще сниму Вот этот фильм Про братьев Вега Которые были в Попфикшн И в В бешеных псах А еще я сниму Пожалуй, возможно Килл Билл Продолжение От дочки Невесты А еще я сниму Вот этот фильм На самом деле Этих фильмов Большинство в своем Мы не увидели Он еще и Бонда Хотел когда-нибудь снять И Звездные войны Или Звездный путь Тоже собирался В какой-то момент То есть Говорить Ему нравится И рассказывать о кино Ему нравится Поэтому Когда он сказал Что вот да Десять фильмов Я ухожу Не все ему верили Но сейчас Он еще утверждает Не только что Десять фильмов Он говорит Что возможно Даже и десять Не буду снимать То есть Однажды в Голливуде Если его воспримут Очень хорошо Как он утверждает То останемся И на девяти И потом значит Может Возьму за десятый Когда-нибудь Если будет Водопновение Но Да Сейчас Скажем так Его утверждение Уже воспринимается Как угроза Потому что Было бы очень обидно Если бы Действительно Тарантино Остановился На десяти фильмах И при своих талантах Ушел из мира кино Но опять-таки Мир кино Сейчас Как раз Говорит Он меняется Поэтому Если он начнет Снимать сериал Для Нетфликса Я думаю Что это тоже Никого не огорчит Может быть Даже это будет Еще более Ну каким-то Интересным Проектом Потому что Тот же самый Брэд Питт Например Который снялся Во многих Последних фильмах Тарантино В основном В этих бесславных Ублюдках Говорит о том Что Все он тоже Собирается уходить И Я понимаю Что многие Классические Горевудские актеры Они испытывают Некоторого рода Какую-то тоже усталость И непонимание Того что происходит Потому что Сейчас очень многое Действительно меняется Думаю Что мы поговорим Вот на эту тему Во второй части программы Чтобы сейчас Как-то не обрывать разговор Но в принципе Действительно Многие Звезды Ну не находят себе Места В классической Вот этой Голливудской схеме Которая сейчас Трещит по швам А между тем Ну вот не знаю Может успеем Не успеем Вот поговорить Про как раз Такие вот Проекты Фильмы ужасов Но может быть Пару слов сказать Про сегодняшний Потому что Лучше сказать Именно сейчас У нас еще тогда будет Полтора часа До начала сеанса Кто там вдруг Заинтересует Мы будем показывать Да Мы будем показывать Фильм Али Астера Мидсоммер Сонсостояние У него был Предыдущий проект Назывался Хередитари По-моему Равноденствие Если я не ошибаюсь То что Реинкарнация Реинкарнация Да То что вы упомянули Что Это Можно сказать Даже Ренессанс Фильмов ужасов Я правда Не совсем соглашусь Насчет Того Что мы уходим Ну как Не совсем соглашусь Он отличается От классического Фильма ужасов К сожалению В нашем Теперешнем понятии Того Что представляет собой Классический фильм ужасов То есть За Последние Скажем 10-20 лет Все что мы привыкли Видеть В жанре Фильмов ужасов Это в основном Да Вот такие Есть такой термин В английском языке Jump scare То есть Это Испуг Который тебя заставляет Подпрыгнуть над креслом В основном Это Убийца за углом Сильный звук Хлопок Или тут вот Да Мама говорит Ни в коем случае Уходя там Девочки Не ходи в подвал Вот тем не менее Девочка обязательно Идет в подвал Вот мы слышим Как скрипит дверь Как она начинает спускаться Как там эти шаги И вот там Какой-то такой Странный звук Обязательно Она будет оборачиваться По сторонам И говорить Кто здесь Есть ли кто-нибудь И вот И зритель должен в этот момент попрыгнуть И на этом строится Как раз-таки какой-то Эффект испуга Это уже стал расхожим Я не помню, когда он появился в кино Но сейчас практически Ни один фильм ужасов не обходится Без такого резкого звука Без такого момента И мы стали это воспринимать Как классический фильм ужасов Потому что действительно Он везде, этот момент Поэтому его называют Не стереотипом, не клише Хотя и так называют Но его называют именно конкретным элементом Фильма ужасов Хотя на самом деле, если мы опять-таки обратимся Вот вы до передачи упоминали Сияние, Шайнинг, Кублька То да, у него Фильм ужасов был построен На атмосфере ужаса Который просто рождает Неуютность внутри И несмотря на то, что там возможно нету Или не настолько много таких моментов Которые заставляют тебя подпрыгнуть С кресла Ты испытываешь вот этот вот ужас На протяжении всего фильма И к таким К такого вида атмосфере Мы возвращаемся Поэтому Такие фильмы, как Реинкарнация Как Ведьма Witch Как Get Out Прочь Режиссера Джордана Пива И его Второй фильм Мы Us Такого рода фильмы Они порождают Новый, так сказать Сабжанр И Не только Делают Кино Делают жанр Более интересным Более богатым Для новых зрителей Но и Скажем В случае с Джорданом Пивом Он еще и добавляет Социальные комментарии То есть Опять-таки Используя жанр В новой В новой степени И Есть Появилась интересная дискуссия Скажем В некоторых Американских Куарах То есть Среди Кинофанатов Особенно Среди фанатов Фильмов ужасов Которые Противостоят Термину Что это Интеллектуальный Фильм ужасов Или Точнее даже Эволюционирующий Фильм ужасов Фильм ужасов Нового поколения Поскольку Они говорят Фильм ужасов Всегда был таким Просто Теперь Наконец-то Появляются Другие Вот именно Примеры Фильм ужасов Которые Не обусловлены Как раз Вот этими Моментами Резкого звука Но вот Сгирина Все-таки Нам нужно будет Сделать Паузу Но я вот Предлагаю Нашим зрителям Значит И слушателям Точнее Решится Что вы делаете Либо берете ноги в руки И отправляетесь Значит Смотреть Митсамер В форум Синема У вас есть еще Ровно полтора часа Чтобы добраться И посмотреть Новый Вот Фильм Который Действительно Мне кажется Вот я очень надеюсь Будет Известим Новым Или Вы ждете Пару минут И мы расскажем Уже об этом Фильме Подробнее Микс Интерес В чем Оригинальность Снято 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 В Будапеште Но По сюжету Происходит В Швеции Вокруг Как раз Солнцестояние И Является Таким Сказать Триллером Фильмов Ужасов С Учетом Язычников И С такими Не отсылками А с Можно сказать С Фильмом Похожим На Уикермен Давнейший Фильм И В таком Плане Да Это Фильм О культе Фильм Да Да И Фильм Почему Скажем Лично Я Очень Жду Вот Буквально Сейчас Через полтора часа Когда посмотрю Этот фильм Это Из Режиссера Ари Астера Который Как раз Снимал Реинкарнацию Да В прошлом году На самом деле Вышел То есть Продуктивный Режиссер И Его Фильм Реинкарнация Хередитери Был Ну не только Не столько То есть Не только Пугающим Насколько Он был еще И оригинальным И неожидаемым Поэтому Вот с таким Свежим Глотком Воздуха В жанре Фильмов Ужасов Хочется И посмотреть Митсомер О котором тоже Очень Очень Положительные Отзывы В том числе И опять-таки От Джордана Пилла О котором Мы уже Упомянули В связи С его Фильмами Прочь И Мы То есть Из-за того Из-за отзывов Как раз Хотелось бы тоже Поскорее Этот фильм увидеть Нас ожидает Что нас ожидает Фильм Который Скорее всего Забирается Нам под кожу И не оставляет Не оставляет Или точнее Двигает На сторону Неуютности На протяжении 140 минут То есть Для фанатов Вот Такого Длинолина Это как раз Фильм Который Следует И посмотреть Так что В 7 часов Можно быть первыми Кто увидит Эту картину Но Вот Если говорить В общем Мы уже затрагиваем Эту тему Что 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 ожидать И Сейчас Очень Большая Вышла статья В New York Times Которую Перепечатывал В частности Кинопоиск И Речь шла В этой статье О том Что Ну Опросили Это был Такой Как бы Интервью С Представителями Киноиндустрии И Пытались Ну Выяснить Куда же Идет Сейчас Кинематограф Что происходит В кино Потому что Ну какие-то Есть странные Тревожные Звонки Которые говорят О том Что Привычная Система Киностудии Кинопроката Она начинает Рушиться И вот Ну в частности Представители Там Режиссеры Продюсеры Они в один голос Говорят Что Киноакадемия Абсолютно Не понимает Что Что сейчас Происходит Она награждает Вообще Фильмы Которые Молодежь Вообще Не смотрит На улице И ни один Из десяти Человек Не сможет Вам Рассказать Он ничего Не слышал Про те Фильмы Которые Получили Оскара И это Пугает Потому что Во-первых Это обесценивает Саму награду Киноакадемии Она абсолютно Ставится пустым Звуком И это Говорит о том Что киноакадемики Идут как-то В разрез Против течения Другая Тенденция Которая Всех Пугает Это Действительно Появление Стриминговых Платформ Которые Сами Начинают Снимать Фильмы И в принципе Сдаются Вопросом А что Будет Дальше С Студиями Мейджорами Которые В какой-то Момент Они вступят В конкуренцию Зрители Оттянут На себя Как раз Таки Возможность Смотреть Заплатив Какой-то Деньги Как за Один билет Практически Это стоимость Месячного Просмотра Где тебе Предлагают Десятки Тысяч Фильмов И в принципе Это конечно Но более Может быть Привлекательно Чем Кинопросмотр И Разваливается Система Звезд То есть В принципе Уже Для всех Не секрет Что Звезды Не Делают Кассу То есть Не так Как раньше Да Ну то есть Имя актера На афише Это не гарантия Того что Публика Пойдет Смотреть Именно на Этого Актера То есть Это В принципе Сразу Ставят Под вопрос И большие Гонорары Кинозвезд И в принципе Вообще Всю систему Когда эту кинозвезду Ну выращивали Условно говоря Как барашка Ну то есть Там вот Киностудия С ним заключала Большой Долгосрочный контракт Его раскручивали Ему там Ну как бы Создавали пиар То есть Это практически Ну была целая Вот Ну какая-то Машина Бесперебойная Которая Вдруг начала В последние годы Давать сбой Вот Есть до сих пор Скажем Некоторые люди Которые возможно Приносят бокс-офис Но опять-таки Не без исключения То есть Лу Смит Скорее всего Заставит Кого-нибудь Прийти в кино Но опять-таки И у него Есть какие-то Свои провалы У Тома Круза Тоже Последний Его фильм Не последний Но один Из последних Фильмов Мумия Но он на плакате Да Но зрители Не пришли Потому что И фильм Как бы Не был Настолько хорош Ну и здесь Вопрос Конечно В оригинальности Сюжета Потому что Та же Самая Ну то есть Мы видим Сейчас Что Все как будто Буксует На месте То есть Студии Начинают Переснимать Свои старые Фильмы И какое-то Отсутствие Новых идей Оно становится Просто хроническим То есть Достаточно Посмотреть На бокс-офис Чтобы увидеть Какое количество Оригинальных Фильмов Сейчас Вот Находится Не знаю В первокассовой Десятке То есть Каждый фильм Это какой-то Сиквел Приквел Это ремейк Это какая-то Переснятая Пересказанная История То есть Это Экранизация Комикса То есть Здесь нет Какой-то Ну вот То того Что составляло Раньше Классическое Кино То есть Это какая-то Интересная Оригинальная История С актерами Которая Рассказывается То есть Эти фильмы Они все В принципе Перекочевали На Телеэкраны И В принципе Вот Многие актеры Которые Снимались Раньше В Голливуде Они Сейчас Больше Мы их видим В сериалах Или в телевизионных Фильмах Которые снимаются Ну абсолютно Для Вот Для Нетфликса Для Амазона Сейчас вот Дисней плюс Должен присоединиться То есть В принципе Возникает Конкуренция Между этими Платформами На которых Можно смотреть кино И что Вот Что это Дальше Да То есть Приведет ли это К какому-то Коллапсу Больших Киностудий Мейджоров Ну это Сложно Очень Именно Действительно Сложно Предсказать Потому что Вот сейчас Кульминация Как раз будет Стриминг Платформ То есть У нас Сейчас есть Нетфликс У нас сейчас Есть Амазон У нас Есть Точнее В Америке Есть Хулу Но Как вы уже сказали Да Эппл ТВ Появится Появится В этом году Если я не ошибаюсь Disney Plus Появится Появится Warner Brothers Сделает свою платформу Куда Добавят еще и HBO NBC Запустит свою платформу И вот Буквально тоже Относительно недавно Появилась еще новость О платформе Quibi То есть Quick Bytes Это Короткие Укуски Короткие Маленькие кусочки И Фильм Платформа Которая будет Заточена На содержание Не дольше Десяти минут То есть Это будет Скажем Как Описывают Создатели Этой платформы Джекли Катсенберг Описывает Тоже Который мастист Или продюсер В Голливуде Он описывает Это как Мы разобьем Кино На Десятиминутные элементы То есть Естественно Это Желание Достичь Молодой Аудитории Которая В основном Потребляет Содержание На мобильном Телефоне И вот Восемь-десять Это как раз Тот формат Который Они могут На мобильном Телефоне Посмотреть Удерживать Внимание Да Поскольку Внимание Удержать Достаточно Сложным Учитывая То Насколько У нас Социальные Сети Приобрели И сделали Свой Нетфликс На мобильном Чтобы Между Проката Новыми На самом На самом На самом На большом Экране Сделают Очень Аудитория В котором Такое Сказал Фильмов Снижается Или Просто Те фильмы Переходят На стриминг Платформы То Замк Тый круг Получается Такое Что Для Академии Снижается Спектр Фильмов Среди которых Они могут Выбрать Хорошее кино Но Поскольку Они Только Что Поставили Условие Что Они Будут Выбирать Только Те Фильмы Которые Прошли В кинотеатрах Если Бо Не Позволили Для Себя Выбирать Фильмы Которые Появляются И на Платформах То Естественно У них Спектр Был Больше То На самом деле Они Выиграли Но Поскольку У них Такое Словие То Они Сами Себе В ногу Стреляют То Это Опять Такой Сложный Замкнутый Круг Который Вырвать Его Вырваться Из него Для Кинотеатров Будет Сложный Надо Действительно Менять Очень Глобально Политику Того Как Они Показывают Кино Какой У них Репертуар Возможно Надо Менять Систему Как Они Платят Прокатчикам И Студии Чтобы Привлечь Больше Фильмов Больше Разных Фильмов И Таким Образом Помогать Зрителю Найти Разного Вида Кино Иначе Да Иначе Будет Проблема Ну и Наверное Вот Большую роль В этом Играет Действительно Кинокул Спасибо Большое Сергей Мусатов Сегодня Был в нашей Студии Пожалуйста До встречи